меня зовут людмила сейчас мы с вами будем заниматься инжиром и так нам по случаю достался черенок инжира обычно это такая палочка раскорячка все что удалось достать эту палочку мне прислали из краснодара значит укореняя их обычно каким способом берется бутылка высокая насыпается небольшое количество смеси земляной посередке песочек и вставляется черенок сверху по возможности закрывается второй частью отрезанной бутылки или как моем случае мне достаточно высокий черенок поэтому я отрезала другой бутылки горлышко и закрывала периодически осматривается увлажняется земля ставится более менее теплое место как только у инжира набухли почки верхнюю часть аккуратненько снимаем если вы допустите рост листьев под бутылкой то они будь измеженные слабые и придется долго их закаливать этот инжир был посажен 2 января сейчас 10 февраля то есть порядка месяц и неделя две недели смотрим какой мы имеем корневую систему видите бутылочка оплетена уже корешочки дошли до стенки то есть это растение явно нуждается пересадки для сравнения у меня есть другой небольшой инжир который был посажен тоже в 0 5 стаканчика здесь корневая система еще не вышла к стенкам стакана пересаживать его еще рано немножко поменьше поаккуратней то есть его мы не трогаем сажу специально пластиковые бутылки чтобы можно было наблюдать этот процесс но сейчас зима если это будет лето обязательно стаканчик заворачивается иначе будет ожог корневой системы сейчас мы будем с вами пересаживать то есть нужно нуждается то дерево в пересадку в более в больший горшочек для того чтобы развивалась растение кстати вот можно обратить внимание если это видно очень надеюсь что в пазухе листья листа вот уже там образовались зачатки возможно это будущее плоды фиги чтобы очень меня порадовала инжир у нас растет растет и в красноярске то есть не только на юге но при условии все-таки достаточного освещения то есть инжир любит солнце если у вас солнечная сторона и желательно затененная застекленная лоджии для того чтобы растение там зимовала в зимний период то есть более-менее состояние покоя то это растение спокойно можно выращивать и у нас если вы достанете черенок так раз коряжка у меня не и и подвязала потому что видите какой формы досталась палочка сейчас не достанем посмотрим что у нас там там я вам покажу когда это будет уже с цветами склада аккуратненько обжимаем стаканчик что тоже нельзя сделать если вы его посадите в пластиковый или глиняный контейнер и переворачиваем достаем зимелька нужна для инжира рыхлая особенность момент укоренения что мы имеем и аккуратненько переносим его в подготовленный горшочек по возможности не придерживайте чтоб не порвалась не разрушилась ничего ну и расположение удобное должно быть для роста растения то есть вертикальная сначала располагаем растение в горшочке на дно у меня предварительно было насыпано смесь инжир любит все-таки плодородную почву регулярные поливы в летнее время жару он очень много пьет водички имейте это ввиду и засыпаем их таким образом растение мы пересадили я его подвяжу будем ждать дальнейшего развития таким образом мы пересадили растение горшочек обязательно хорошо пролить до появления воды с нижних отверстий дренаж ему не обязателен но если отверстия в донышке горшка обязательно нужны растение подвязывается первый день мы на солнце вы не ставим таким образом если вы достали где-то в очеренок но втыкается примерно как этот палочка в горшочек прикрывается бутылкой укореняется и буквально через полтора месяца можно начинаем любоваться таким растением дальнейшем когда она будет расти я тоже по возможности сниму его и покажу вам как это растение цветет и называется в комнатных условиях прошел примерно месяц после пересадки как мы видим растение чувствует себя прекрасно она дала дополнительный прирост выпустил новую веточку то есть начал ветвиться вот планируется здесь еще одна почечка набухла еще один росточек листья крупные зачатки будущих плодов увеличивается так что будем надеяться на урожай в этом году пробуйте у вас все получится а как вырастить рассаду баклажанчиков смотрите в следующем моем видео до встречи субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok